Всем привет! На 500-й прошивке, совместно с версией приложения DJI Fly 1.1.8 и выше, в видеорежиме появилась возможность гибкой настройки светочувствительности и выдержки. Ранее можно было менять только экспозиционное число. Благодаря этим обновлениям появился смысл прикупить для Mavic Mini ND-фильтры и начать снимать кинематографичные кадры. Что из себя представляют различные ND-фильтры, как ими пользоваться, как настроить камеру на Mavic Mini и получится ли снять с помощью фильтров киношные кадры, смотрите в этом выпуске. В продаже имеются различные виды светофильтров, вкратце рассмотрим их. Нейтральный фильтр ограничивает количество света, попадающего в объектив, позволяя увеличивать время экспозиции, вследствие чего убирается эффект дерганой картинки. И такие кадры выглядят кинематографичнее. То есть, увеличивая выдержку, мы получаем небольшой смаз объектов в кадре. При длительной выдержке на фото можно передать движение воды или облаков. При видеосъемке увеличение выдержки поможет минимизировать неестественную резкость мелких двигающихся объектов, например, ряби над водой, покачивание листвы на деревьях и т.д. Объекты будут немного размываться, оставляя след, похожий на легкую тень. Такие кадры выглядят немного более натуральнее и естественнее для человеческих глаз. Поляризационный фильтр убирает блики, позволяя снимать стеклянные прозрачные поверхности, водную гладь, дно, подавляя нежелательное отражение и его эффект невозможно воспроизвести при цифровой обработке. В солнечную погоду добавит резкость, красочность и детализация изображения. Нейтрально-поляризационный фильтр обладает преимуществом сразу двух вышеупомянутых фильтров, то есть уменьшает количество света и убирает блики. Ультрафиолетовый фильтр защищает объектив от царапин, загрязнений и ультрафиолетового излучения. Сегодня будем тестировать универсальные нейтрально-поляризационные фильтры. Для начала посмотрим комплект фильтров, осмотрим внешнее качество и каким образом они цепляются на подвес камеры. Поставляются вот в такой белой коробочке, внутри наклейки, салфетка для протирки фильтров и объектива камеры, черный пластиковый кейс. Здесь 4 ND фильтра, надежно закреплены. Есть место еще по 2 фильтра. В планах докупить ультрафиолетовый фильтр для съемки зимой в горах или для дополнительной защиты объектива. Каждый фильтр подписан. Число в названии фильтра означает какая доля света пропускается этим фильтром, то есть степень затемнения стекла. Например, ND4 подразумевает, что фильтр пропускает 25% или 1,4 света, ND8 1,8, ND16 1,16 и так далее. Вес фильтра меньше грамма. С помощью крючка фильтр крепится к подвесу камеры дрона. Стабилизатор во время установки фильтра должен быть выключен, чтобы его не повредить. Поднимаем камеру вверх, двумя пальцами слегка продерживаем подвес, без усилий надавливаем, фильтр сам встает в нужное положение на объектив камеры и также легко снимается. Фильтр не трясется, не спадает, не царапает объектив камеры и плотно прилегает, поэтому белых засветов или виньеток по краям кадра не должно быть. Нет необходимости снимать ND-фильтр, чтобы надеть защитную крышку. Кейс небольшой можно положить в сумку вместе с дроном. Ссылка на данный ND-фильтр в описании под видео. Перед тестом фильтров настроим камеру. Тест будем проводить в разрешении 1080 при частоте 25 кадров в секунду. Переходим в настройки, камера, расширенные настройки съемки. Включаем предупреждение о передержке, отображается в виде зебры на пересвеченных участках кадра. Баланс белого советую переключить с авторежима на ручной, так как камера не знает какой цвет белый, лучше указать это самостоятельно. Правая часть отвечает за теплые оттенки, левая часть отвечает за холодные оттенки. Я снимаю при 5600 кельвинах. Это достаточно для большинства дневных съемок. Чтобы настроить выдержку и ISO, нажимаем на Auto и меняем на M, мануальный режим, то есть ручной. Такой режим является своеобразным символом профессионального мастерства. Светочувствительность выставляем минимальная, 100. При съемке видео скорость срабатывания затвора должна быть в два раза больше, чем частота кадров. Поэтому, если снимать со скоростью 25 кадров в секунду, скорость срабатывания затвора должна быть 1 к 50, 30 фпс – 1 к 60 и так далее. Если вы планируете при монтаже замедлять видео, тогда выставляем, например, 50 кадров в секунду и выдержку ставим 1 к 100. Теперь будет возможность замедлить видео два раза и на выходе получить все те же 25 кадров в секунду. Соблюдая это условие, можно снимать реалистичную картинку, ту, которую видит наш глаз. Но соблюдать ее получится только с помощью ND фильтров. Если выставить длинную выдержку без фильтра, получится пересвеченный кадр. Снимаем в солнечную погоду без ND фильтра, чтобы было с чем сравнить. Без ND фильтра картинка получилась пересвеченной. Приводить ее в нормальный вид будем с помощью уменьшения выдержки, нарушая вышеупомянутые условия. К сожалению, изменить диафрагму в Mavic Mini нельзя, она здесь постоянная 2,8. В нижнем правом углу находится экспонометр, который показывает, насколько сильно пересвечена или недосвечена картинка. Для того, чтобы цвет совпадал с настройками камеры, мы должны удерживать данный параметр в пределах нуля, либо в рамках плюс-минус 0,3, 0,5. Если на экспонометре плюсовое значение, картинка пересвечена, и мы должны уменьшить яркость, уменьшая выдержку. Выставил 1 к 800, экспонометр показывает нулевое значение. С увеличением выдержки появляется эффект дерганой картинки, исчезает плавность и появляются шумы. Надеваем фильтр ND4. Экспонометр показывает недосвеченность картинки, минус 2. Увеличиваем выдержку так, чтобы ушли участки с зеброй и экспонометр показывал 0. Идеальная выдержка для этого ND фильтра при такой освещенности 1 к 240. Если увеличим выдержку до 1 к 50, чтобы добиться эффекта блюр, то картинка будет пересвечена. Экспонометр показывает плюс 1,7. Из этого следует, что нужен более темный фильтр. Фильтр ND4 больше подходит в пасмурную погоду. Фильтр ND8. Без пересветов при выдержке 1 к 120. При выдержке 1 к 50 присутствуют пересвеченные участки. Фильтр ND8 подходит для съемки рассветов, закатов или в облачную погоду. Фильтр ND16. Увеличиваем выдержку. Этот фильтр идеально подходит в солнечную погоду, выставили нужную выдержку 1 к 50. Фильтр ND32. С этим фильтром кадр не досвечен, даже если увеличить выдержку до 1 к 25. Фильтр ND32 подходит для съемок в белоснежных горах в солнечную погоду. Пляж с белым песком тоже не будет пересвечен с таким фильтром. Наглядное сравнение. С разной выдержкой, с нужной выдержкой 1 к 50. Тест поляризации. Так как фильтры не просто нейтральные, а еще и поляризационные, то и это протестируем на другой локации. Действие поляризационного фильтра проявляется максимально, когда угол между дроном и солнечными лучами составляет 90 градусов. Если солнце находится сзади дрона или наоборот светит в объектив, то действие фильтра будет практически незаметной. В данной локации будем летать вдоль озера. Высота солнца над горизонтом 25 градусов. Посмотрим, что из этого выйдет. Смотреть будем, насколько отражающийся свет от воды блокируется фильтром. Должны увидеть дно озера. Цвет неба должен быть насыщеннее. Субтитры создавал DimaTorzok Каких-то особых отличий я не увидел. Возможно, лучший результат будет летом. Блюр эффект Протестировав данный ND фильтр в разное время суток и в разных локациях, могу сказать, что со своей задачей фильтр хорошо справляется. Я даже немного удивлен, что за менее чем 2000 рублей можно добиться такого результата. За все время тестирования проблем дергания стабилизатора камеры из-за веса ND фильтра не было. ND фильтр не перегружали моторы подвеса. Белых засветов или виньеток по краям кадра не наблюдал. Буду и дальше экспериментировать с данными фильтрами, снимать в различных локациях и условиях. Если видео было интересным, подпишись, поставь лайк и напиши комментарий. Также загружайте свои полеты на YouTube, делитесь ссылками в комментариях под этим видео, очень интересно посмотреть на ваши работы. Стой, еще не все, а теперь небольшой видеоклип. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok